Существует такая норма, как публичное общественное слушание. Там жители высказывают свое мнение, и потом, отталкиваясь от мнения жителей, чиновники должны принимать то или иное решение. Поэтому сегодня мы выслушим ваше мнение, и будем действовать так, как скажете вы. Лично я считаю, что никакого центра здесь торгового быть не должно. У нас в районе Отрадной переизбыток торговых площадей. Еще несколько лет назад докладывал в Совете депутатов отдел потребительского рынка района Отрадной, что наш район обеспечен торговыми площадями и количеством магазинов на 140%. Мы же понимаем, что во всем должна быть мера. Нельзя в каждом подъезде и на внутридворовой территории строить торговые центры. Это нельзя, потому что бизнес, развиваясь, не имеет права наносить имущественные ущерб жителей. Чем плотнее застройка, тем больше развлекательных учреждений в жилых районах, как ваше, тем дешевле будут ваши квартиры. Кто поедет в район, если под окнами ухает круглые сутки музыка, где появляется количество постороннего населения, большая проходимость, и дворы превращаются в стоянку чужих автомобилей. Такого допускать нельзя. У нас достаточно торговых центров, и я считаю, что органы власти должны прислушаться к вашему мнению, и никаких таких строительных проектов здесь быть не должно, потому что если его построят, это будет навсегда. Навсегда. Тем более, противоучебный центр – это опасное предприятие. Нужно соблюдать меры безопасности. Есть такая еще опасность, как инженерная коммуникация. Я вот тоже в газете прописывал, в интернете писал. Вот я долгое время проработал инженером, поэтому я знаю, о чем говорю. Если будет свищ трассы, то вода днем при повышенном давлении выходит в почву, а вечером, когда большой разбор, когда люди приходят с работы, пользуются ванной, кухней, чайники ставят, давление снижается, и иногда даже до верхних этажей не хватает воды, горячей и холодной. Вот это появляется, когда большой разбор. И тогда подкачивающий насос на объекте, где давление падает, они включаются, и начинается затяжка вот этой воды, которая ушла от него в грунт, начинается засасывание ее вместе с песком, с грунтом. И вот если будет утечка вот этих бактериальных отходов, которые там захоронены под бетоном на большой глубине, если будет бактериальная утечка в грунт, то все, будет заражение. И начнется это с вашего микрорайона. И куда это выйдет? Поэтому власть нужно очень четко все взвесить и не делать глупых, опрометчивых поступков. Считается, что чем больше торговых центров, тем больше налоговых поступлений. Но нельзя ставить на одни весы жизнь людей и финансовое благополучие олигархов. Потому что это застройка же олигархи. У кого можно найти 100 миллионов рублей на застройку торговых центров? Поэтому олигархов нужно ограничивать законным путем. Они уже достаточно нажились на нашем государственном имуществе, на народном. И поэтому сегодня природную ренту нужно направлять на повышение пенсии, на увеличение зарплаты, на строительство бесплатно муниципального жилья, на усиление правопорядка. Поэтому мы сегодня этот круг вопросов проговорим. Но главная тема – это медстроисту торгового центра, нет вырубки зеленых насаждений и никаких раскопок на внутридворовой территории. Этот район уже сложившийся, и поэтому нужно продолжать здесь спокойно жить и воспитывать детей в безопасной экологической и санитарной обстановке. Согласны? Спасибо.